Честно, не знаю, что получится, но, надеюсь, получится хотя бы нормально мне проходить две недели, полторы недели до следующего окрашивания у Кирилла. Та-дам! Сегодня... Рома, зачем чихать? Сегодня будет видео, которого ещё никогда не было на моём канале. Я покажу вам, как я крашу сама себя, как я обновляю свой розовый цвет между походами в салон Кириллу, потому что вот так выглядит цвет розовый, да? Вот такой он был несколько роликов назад, и вот прям с такой свежей розовой вы видели меня ролики про тонкие волосы. Вот в такое вот что-то непонятное он вымылся, и, если честно, этот цвет, будем прямо говорить, ну, он ужасен, он какой-то вообще непонятный, что-то с розовым отливом, с блонд-отливом. В общем, он мне не нравится, но до похода к Кириллу у меня ещё пару недель, и я хочу обновить свой цвет дома самостоятельно. Я спросила несколько его советов, как это сделать. Приобрела краску, которую он у меня красит. Это Monda Color Switch Pop Pink. У меня таких будет три тюбика. Кирилл сказал, что вот на вот эту длину у меня должно уйти вот столько. Мне не хочется прям вот такой вот яркий, который был у меня несколько недель назад, а хочется что-то более спокойное. Но, тем не менее, чтобы это было розовое, чтобы я спокойно могла ходить, несмотря на себя в зеркало, и не думая, что за ужас у меня сейчас на голове. Но это вот, да, такой минус вот этих ярких окрашиваний, что они вымываются. Они вымываются красиво, но финально вот то, что сейчас на моей голове. Я написала Кириллу в Инстаграме. Сейчас послушаем, что он мне скажет по поводу рекомендаций. По рекомендации, ты красить будешь как на влажные волосы или на сухие. На самом деле, ну, глобально без разницы, на сухие или на влажные, в зависимости от того, какой ты цвет хочешь получить. Единственное, что, просто старайся разделять как-то по зонам. То есть вот зона провор от уха до уха, центральный провор, и раздели каждую зону еще на 2-3 части. И на каждую зону ты просто равномерно наносишь, чтобы не было пятен. То есть прям, типа, можешь прям спокойно от корней до концов наносить, и все будет гуд. Да, да, если ты хочешь более прозрачный цвет, можешь на влажные волосы нанести. Можешь даже немножко с кондиционером размешать. Пожалуй, я прислушиваюсь к советам Кирилла, и чтобы получить более такой спокойный розовый, я размешаю поп-пинг вместе с моим обычным кондиционером для окрашенных волос, который я наношу после помывки. Чтобы, опять же, цвет был не такой интенсивный и был более попастельнее. Но посмотрим, как это все получится, потому что, если честно, я всегда вам говорю, что я за то, чтобы вы красились в салоне у профессионала. Но это касается как раз блонда, каких-то темных, возможно, цветов, сложных окрашиваний. Все, что касается вот такого промежуточного этапа между походами в салон, можно, в принципе, сделать дома самостоятельно, тем более, что это пигмент прямого действия, и он не оказывает такого повреждающего воздействия на волос, как осветление. Вы, в принципе, там никак не испортите свои волосы эти, не сожжете их. Единственное, что может получиться, это какой-то неровный цвет, который... Ну, как бы, я уже пару раз, вот в прошлом году, когда ходила с розовым цветом, сама его обновляла, и, да, это получается не совсем ровно. Я, честно скажу, из серии я рукожоп. Уж лучше ходить с каким-то немного неровным розовым, чем вот с таким, который есть у меня сейчас. Поэтому начинаем. У меня здесь с собой есть мисочка, есть кисточка, расческа, которая поможет мне, наверное, прочесывать, распределять краску. И есть несколько зажимчиков, я сейчас разделю. Волосы и начну наносить краску и показывать, как я это делаю. Итак, у нас есть мисочка. Есть пока две, я возьму две штучки, потом, если что, еще одну добавлю. А теперь добавляем немного кондиционера, чтобы цвет был не супер интенсивный. Итак, краска у меня размешана, и теперь я буду наносить ее на волосы. Я их намочила, они у меня влажные. Но прежде чем наносить их, я разделю на зоны и закреплю с помощью зажимчиков волосы, чтобы сначала нанести на затылочную часть, а потом уже на эту, вот в последнюю очередь, наношу краску вот на эту зону. Потому что, не знаю, есть ли у вас такая особенность, но особенность моих волос, что именно вот в этой части краска у меня намного сильнее, всегда берется, и цвет намного интенсивнее здесь, поэтому я буду наносить сюда в последнюю очередь, чтобы у меня вот этого дисбаланса не получилось очень сильного, когда прикорневая часть у лица, она будет намного ярче, чем там остальная. Поэтому сначала нанесу затылок, потом как-то эту часть и так далее. Так, разделяю от уха до уха. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, посмотрим на цвет, который у меня получился. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Кирилла, тут прям, ну, реально новый ролик, новый формат для меня, но такой точно вы часто не увидите, потому что следующие цвета у меня будут всё-таки в светлом формате, и это будет делать мне мой мастер. Хотя, если вдруг вам что-то подобное интересно, то напишите мне в комментариях, что вообще думаете по поводу этого цвета. Я желаю вам прекрасного настроения, скоро увидимся на моём канале. Пока-пока! Продолжение следует...